Итак, всем привет! Hello World! Мы с вами продолжаем говорить об Android. В предыдущем видео мы с вами посмотрели, как мы устанавливаем Android Studio, как мы создаем новый проект и, собственно, как этот самый проект запустить на каком-то виртуальном устройстве. То есть как создать виртуальное устройство и как на этом виртуальном устройстве этот самый проект запустить. Соответственно, те, кто не видел, советую посмотреть, чтобы понимать, о чем сегодня пойдет речь. А сегодня мы с вами пройдемся по структуре того проекта, что мы создали. Посмотрим, какие файлы автоматически генерируются, где они находятся и, собственно, зачем они нужны. То есть мы поговорим в целом, особо не останавливаясь на деталях. Когда придет время, когда будет необходимость, мы это обсудим более подробно. То есть проект у нас виден слева, структура проекта. То есть вот если мы нажимаем на project, соответственно, он или появляется, древовидная структура, или если она нам не нужна, чтобы было больше места для кода, мы ее можем скрыть. И, соответственно, вот здесь мы в дропдауне мы можем выбрать вид, как файлы проекта отображаются. Это очень важно, потому что в зависимости от того, какой вид мы выбрали, например, по умолчанию всегда идет Android, файлы, скажем так, группируются по каким-то признакам. То есть, например, в Android файлы, допустим, манифесты, мы с вами будем говорить, что такое, они в специальной папочке группируются, код еще где-то, скрипты еще где-то и так далее. То есть важно понимать, что вид Android, тот вид, который по умолчанию, он не отображает реальной структуры проекта. То есть он не отображает в какой структуре, как файлы реально расположены на диске, в каких папках. То есть Android, он их в виде Android, они группируются. То есть по факту, если мы откроем эту папку на диске, файлы совсем в других папках находятся. Для того, чтобы видеть то, как реально файлы расположены, нужно выбрать вид project. И обычно я рекомендую использовать именно его, по крайней мере для начала, чтобы вы привыкли к тому, как, где, какие файлы расположены. Чтобы вообще понимать структуру проекта. Потом уже, если вам хочется, можете переключиться на какие-то другие. Но для начала я бы вам рекомендовал выбрать project. То есть это тот вид, мы реально видим то, как, какие файлы, где, в каких папках расположены. И что мы с вами видим. Есть папка .gradle. Это она служебная и используется одноименным менеджером зависимости. Gradle, да, Android использует Gradle. Например, когда мы создаем свое приложение, мы указываем, для какой версии Android мы создаем, какие мы дополнительные библиотеки подключаем и так далее. То есть всем этим занимается Gradle. А если мы говорим, например, о Java, как таковой, вынося за скобки Android, то в Java чаще всего используется Maven. То есть Maven и Gradle, они нужны для одного и того же. У нас будет отдельный курс по Maven. Сейчас пока что в Android Gradle. Gradle – это менеджер, упаковщик, сборщик, менеджер зависимости. Будем говорить об этом. То есть папка Gradle, она автоматически генерируется. То есть если, например, вы собираетесь код сохранять в GIT, то эту папку сохранять не надо, потому что она ничего полезного по сути не содержит. Все ее содержимое будет генерироваться каждый раз, когда мы будем запускать билд. Идея, соответственно, здесь всевозможные файлы, которые относятся к Android Studio, к таковому. Ее можно тоже не сохранять. Главная папка – это APP, APP, по крайней мере, в данном случае. Это папка модуля, в котором находятся все, собственно, файлы, в частности, код, который присутствует в нашем приложении. Приложение может состоять из одного модуля, как у нас. Если мы по умолчанию его генерируем, может, из нескольких. В данном случае из одного. И что мы, если мы открываем APP, что мы видим? Папка Build. В ней она, опять же, автоматически генерируется, когда мы создаем Build. И, в частности, здесь генерируются всевозможные промежуточные файлы, и также генерируется APK-файл. То есть непосредственно тот файл, который содержит наше приложение, и который устанавливается на устройство. То есть когда мы сделали Build, здесь появилась папка Build. И, в частности, в папке появился файл с расширением APK. То есть вы можете перегинуть на другой мобильник, запустить его, и соответствующее приложение установится. Вот. Это по Build. Липс. В эту папку мы будем засовывать какие-то библиотеки, которые необходимы, с одной стороны. С другой стороны, мы их не можем загрузить через Gradle. Об этом мы будем говорить. В частности, Липс, честно говоря, используется не очень часто. Часто основной случай, когда используется папка Липс, и мы туда кладем какие-то библиотеки, если мы используем не джавовские библиотеки. Например, у нас есть возможность в Android приложениях использовать C++ код. И, соответственно, если мы используем какие-то библиотеки C++, это хорошие кандидаты, чтобы засунуть их в папку Липс. Вполне возможно, что с Gradle мы не сможем их получить. SRC. Фактически главная папка, где находится весь код и все остальные файлы нашего проекта. Две папки тест, собственно, относящиеся к тестам. Про тестирование под Android мы с вами будем говорить очень подробно. Это достаточно интересная тема. И папка Main, которая, собственно, и содержит три главные составные части нашего проекта. Папка Java, где находится код нашего приложения. Здесь мы видим пакет app themob.myapplication. То есть myapplication – это название приложения, а app themob – это название пакета. Мы его указываем, когда создаем новый проект. Что важно, что название пакета, оно служит идентификатором приложения в Google Play Store. То есть когда мы закачиваем новое приложение какое-то, хотим опубликовать, Google проверяет, не существует ли уже какое-то приложение с подобным пакетом, с подобным названием пакета. То есть идентификация всех приложений в Google Play Store происходит именно по названию пакета. Не по названию самого приложения, а именно по названию пакета. И, собственно, по умолчанию есть файл mainactivity.java, который описывает активность. Об активностях мы будем говорить, но если вкратце, активность – это то, что отвечает за логику происходящего. То есть активность содержит код, который взаимодействует с пользователями, то есть реагирует на нажатие кнопок, реагирует на то, что мы ввели и так далее. То есть, как правило, у каждого экрана, то есть обычно приложение содержит, может, по крайней мере, содержать несколько экранов, и у каждого экрана будет своя активность, которая будет отвечать за логику происходящего на соответствующем экране. По умолчанию один экран и, соответственно, одна активность. Папка res – ресурсы. То есть здесь находятся все ресурсы, которые используются в нашем приложении, в частности, всевозможные картинки, иконки нашего приложения. Они все находятся в папке res, в частности, в папках drawable или mipmap. В зависимости, как мы видим, например, drawable и mipmap, есть тут всевозможные hdpi, mdpi и так далее. То есть у нас есть подпапки, которые содержат картинки, иконки для экранов соответствующего разрешения. То есть если, например, приложение, которое мы создали, запускается на экране, который поддерживает hdpi, hdpi разрешение, соответственно, все ресурсы, если они есть, будут браться и с этой папки. mdpi отсюда и так далее. Если нет, будут использоваться ресурсы из папки, которая или называется mipmap any dpi, или просто mipmap. Ну и, соответственно, то же самое к drawable относится. Чем отличается drawable от mipmap? Будем говорить, пока это не столь важно. Важна values, папка values. Здесь фактически у нас определяются некие константы, которые мы будем использовать в нашем графическом интерфейсе. Например, у нас есть кнопка какая-то, и на ней должна быть надпись. Вместо того, чтобы хардкодить и писать, что у этой кнопки должна быть надпись OK, например, здесь мы определяем некую константу, и, соответственно, когда мы создаем UI, указываем, что название кнопки или надпись на кнопке берется оттуда. В частности, по умолчанию у нас определена единственная константа пока, app name my application. То есть это название нашего приложения. А еще одна важная папка, через которую я перескочил, тоже в папке res находится layout. Layout по-русски это, по-моему, макет переводится. Это файл, XML файл, который содержит UI экранов. То есть если активность отвечает за логику происходящего на экране, то layout или макет отвечает за то, что мы видим на экране. То есть, как правило, у нас есть экран, у нас есть активность, которая отвечает за то, то, что происходит на экране. И есть макет, который отвечает за то, что мы видим на экране. Да, и если мы... Да, то есть XML. И, соответственно, у нас есть два способа, как мы описываем то, что мы видим на экране. Либо вручную пишем XML-код, либо в графическом интерфейсе это делаем. Будем об этом подробно говорить, пока это не столь важно. Очень важно еще один XML-ный файл, который находится в корне папки mail, Android Manifest. Это тот файл, который содержит метаданные о нашем приложении. Например, название пакета, название нашего приложения, какая иконка используется для нашего приложения, темы, активности и так далее. Об этом файле будем говорить подробно, но Android Manifest очень важен. Да, и, например, мы с вами видим, что реально Android Manifest, где находится app, app, src, main. Да, если мы переключимся на вид Android, мы видим, что Android Manifest XML файл появляется в папке Manifest. Да, но это виртуальная папка, в реальности папки Manifest нет. Соответственно, мы видим, где Android Manifest реально находится. Вот, соответственно, build.gradle на уровне модуля, в нашем случае app. Это скрипт, который используется Gradle для того, чтобы сбилдить наше приложение и содержит инструкции, соответственно, как это делать. Например, есть секция dependencies, в котором определяются библиотеки, которые мы используем. Здесь мы определяем, например, для какой версии Android наше приложение предназначен, в частности, здесь минус ДК, то есть минимально 23 уровень. Это, по-моему, это или шестой, шестой, по-моему, Android или седьмой. Ну, в общем, неважно. Минимально, да, 23 уровень. Соответственно, если кто-то попытается установить на устройство, где Android API уровень 22, он этого не сможет сделать. Хотя, если у нас приложение доступно в Play Store, то такой человек, если у него версия Android ниже, он просто его не сможет даже скачать. Версия. Версия нашего приложения – это тоже важно. Это отслеживается через Play Store. В этом все будем говорить. Вот. И еще мы, что мы с вами видим, это по то, что про папку модуля. Есть папка Gradle. Она нам особо пока не интересна. Там содержится, опять же, что важно, Properties файл для Gradle. Здесь мы будем время от времени кое-что редактировать. В частности, какую версию Gradle мы используем. Например, здесь мы видим 6.5. И что мы еще с вами здесь видим? В root нашего проекта находится еще один Build Gradle. Мы видели, что у нас в модуле находится Build Gradle. Есть еще тот же самый Build Gradle, но на уровне проекта. В чем разница? Тот Gradle файл, который находится в корне проекта, он определяет свойства, какие-то установки, которые относятся ко всем модулям. Те установки, которые у нас есть, или свойства, или инструкции, которые есть в Build Gradle уровня модуля, они относятся только к этому модулю. То есть, по большому счету, если у нас есть проект, который состоит из одного модуля, по большому счету, все равно, где вы определяете эти свойства. На уровне проекта в Build Gradle или на уровне модуля Build Gradle. Также Gradle.properties определяем свойства, которые мы хотим передать в Gradle. Соответственно, об этом мы будем говорить. И последнее, что я хотел на сегодня показать, это Local.properties. Это локальные свойства, которые применимы конкретно к нашей системе. В частности, этот файл обычно генерируется автоматом, и он содержит, например, ссылку на Android SDK. То есть, если, например, вы скачаете какой-то проект из Android, и человек для Android, например, с GitHub откуда-то, и человек закоммитил свой Local.properties, то при открытии такого проекта вы получите ошибку, потому что, скорее всего, та папка, где Android SDK установлена для того человека, который делает этот проект, у вас она будет совершенно другим. Но хорошая новость, что Android Studio автоматически подставит свое значение. То есть, чаще всего Local.properties нам никак редактировать не надо. Вот, собственно говоря, голопом по Европам то, что у нас есть в нашем проекте, какие файлы, где они находятся, зачем нужны. Еще раз рекомендую, по крайней мере, в начале использовать вид именно Project, чтобы привыкнуть, где какие файлы реально находятся. В следующем видео мы с вами начнем уже говорить непосредственно о программировании. В частности, мы начнем изучать UI-компоненты Android. То есть, те компоненты, которые мы можем отображать на экране Android. В частности, надписи, кнопки и так далее. То есть, будем говорить о макетах. На сегодня у меня все. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, видео было вам интересно. Вот, в субботу, как обычно, выйдет следующее видео о игре. Вот, если после видео вам что-то все еще непонятно, есть какие-то вопросы, сомнения, комментарии, может быть, вы с чем-то не согласны, может быть, я где-то оговорился, что-то не так сказал, пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставим лайк. Если по каким-то причинам вы все еще не подписаны на канал, самое время это сделать. Включаем колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Но у меня на сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok